В Нагорном Карабахе начинается новая война. Статья во взгляде за 27 сентября 2020 года. Геворг Мерзаян. Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, когда было заключено перемирие. Сейчас армия Азербайджана разворачивает полномасштабное контрнаступление и рапортует о захвате населенных пунктов НКР. В Ереване же уверяют, что враг не прошел и потерял множество танков и даже вертолетов. Что в реальности происходит на Южном Кавказе и что России с этим делать? Граница между Нагорным Карабахом и Азербайджаном никогда не была спокойной. Там постоянно случались перестрелки и даже локальные наступательные операции. Однако утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии фронта. В качестве повода были названы масштабные провокации и проявления армянского фашизма, происшедшие в 6 утра 27 сентября. По словам президента Азербайджана Эльхама Алиева, вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию с нескольких направлений, подвергли обстрелу наши населенные пункты, после чего и было принято решение разобраться по-взрослому. Азербайджанские силы рапортуют об успехах. Убито полтора десятка армянских солдат. Захвачено и ряд подконтрольных НКР населенных пунктов. На Физуле-Джибраильском направлении освобождены села Гарахан-Бейли, Гервент-Кент-Горадис, Юхаре-Абдурахманлы Физулинского района, а также села Биюк, Мерджанлы и Нюзгер Джибраильского района, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. В Минобороны НКР и Ереване данные о потере стратегических точек не подтверждают, называя их очередной информационной провокацией азербайджанской пропагандистской машины и предлагая коллегам в Баку добавить к шести селам еще 10 городов и научиться делать нормальный фотошоп. По мнению армянской стороны, азербайджанские силы предприняли ничем не спровоцированную попытку захватить территорию НКР и пока что терпят неудачу, потеряв в боях значительную часть техники, особенно танков. Тем не менее, в Ереване признают серьезность ситуации вслед за НКР, уже ввели в Армении военное положение и объявили мобилизацию, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, а во имя Родины, а во имя Победы. Исход боевых действий на данный момент не ясен, однако уже можно сделать вывод о том, кто все начал, почему начал, чьи уши торчат за началом эскалации и как с этими ушами поступает Россия. Кому это выгодно? Для того, чтобы понять, кто начал нынешний виток конфликта, достаточно взглянуть на то, кому выгодно разрушать нынешний статус-кво. Армения в этом не заинтересована. Ее все устраивает. НКР вот уже почти 30 лет де-факто независима и переходить под контроль Баку не собирается. Переговоры об этом фактически заморожены. Безопасность Нагорного Карабаха неформально гарантирована России, партнером Армении по АДКБ. Единственной пока что не достигнутой целью на карабахском направлении является международное признание НКР, но добиться его через нападение на Азербайджан нельзя. Статус-кво, не предполагающий ни механизма возврата территории, ни даже субстантивных переговоров о создании такого механизма, категорически не устраивает Алиева. И дело не только в том, что НКР составляла значительную часть территории Азербайджанской ССР. Баку настолько сакрализировал карабахскую тему, что население фактически требует от руководства решить сепаратистскую проблему любым способом. В отсутствии переговоров единственный способ – это война, но население она пока не пугает. Армянофобия, которой режим Алиева питает свой народ, не могла привести к какому-либо другому результату. Руководство Азербайджана стало заложником этой политики и пытается осуществить свои угрозы по решению карабахского конфликта военным путем, утверждает Пашинян. Собственно, сам азербайджанский президент и позиционирует это наступление как исполнение чаяния народа. Успешная контрнаступательная операция положит конец оккупации несправедливости, которая продолжается около 30 лет. Азербайджанский народ хочет жить на своей земле. Гражданин Азербайджана живет этой мечтой. Изгнанные из своих родных краев хотят вернуться на земли своих предков, говорит Алиев. Не исполнять чаяния народа именно сейчас, когда снова упали цены на энергоносители и в бюджете образовалась дыра, может быть для азербайджанской власти опасным. Ну, а для того, чтобы чаяния не омрачались альтернативной информацией, Баку ограничивает интернет по всей стране и просит граждан к этому отнестись с пониманием. Что теперь делает Россия? В большинстве стран мира пристально следят за происходящим на Кавказе. И если Турция сразу же поддержала Баку и пообещала всю необходимую помощь, то ее европейские партнеры заняли нейтральную позицию. Совет Европы призывает срочно остановить боевые действия, а в НАТО уверяют, что конфликт не имеет военного решения. Однако важнее всего сейчас позиция России. Формально Москва, являющаяся посредником в Карабахском конфликте, вмешиваться не должна. Да, Армения входит в ОДКБ, но гарантии организации на Нагорный Карабах, которые все, в том числе и Ереван, признают де-юре территорией Азербайджана, не распространяются. В Баку это понимают, поэтому и оговариваются, что ведут операцию только на территории Нагорного Карабаха. Если бы мы хотели, то могли бы провести боевые действия на территории Армении, но у нас нет военных целей на территории Армении, заявил Ильхам Алиев. Однако армянская сторона говорит о том, что конфликт уже вышел за территорию НКР. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованисяна, основной удар пришелся на населенные пункты Арцаха, однако были нанесены удары и по Вар-Денису в Армении. Однако запрос на помощь в ОДКБ Ереван пока не отправил. С другой стороны, Кремль не может просто отойти в сторону. И дело не только в неформальных гарантиях, которые были даны России на Горному Карабаху. В случае победы Азербайджана в войне по репутации Москвы может быть нанесен чувствительный удар. Пока о победе Баку говорить рано. Для взятия столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, не говоря уже о захвате и удержании территории НКР, Азербайджану нужны гораздо большие силы и, возможно, мобилизация. Но даже и локальные успехи Азербайджана могут существенно осложнить ситуацию в регионе. Во-первых, Баку не просто добьется своих внутриполитических целей, но и поймет, что способен и дальше откусывать по кусочку от НКР. Более того, может принудить Москву посадить Армению за стол переговоров для обсуждения условий сдачи Карабаха. Во-вторых, воодушевится Турция. Ряд источников говорят о том, что значительную роль в этом обострении сыграли турецкие политики. В-третьих, Армения может пойти на отчаянные шаги. Например, в Ереване всерьез рассматривают вопрос об одностороннем признании НКР, что полностью уничтожит даже призрак переговорного формата и не оставит Азербайджану иных вариантов, кроме начала полномасштабных боевых действий. В итоге в них почти наверняка окажется втянута Россия. Именно поэтому Москва сейчас ведет интенсивный переговорный процесс. Сергей Лавров переговорил с министром иностранных дел Армении Заграбом Мнацаканяном, главой турецкого МИД Мевлютом Чавушаглу и его азербайджанским коллегом Джейхуном Байрамовым. Судя по хронологии, на официальном сайте именно в такой последовательности. Вопрос теперь в том, на каких условиях будет прекращен огонь. А это уже во многом зависит от того, смогут ли армянские войска остановить азербайджанское наступление. Геворг Мирзаян. В Нагорном Карабахе начинается новая война.